здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодня у нас меню уха так называемая по-фински или уха со сливками для этого нам понадобится я солил форель и семгу коптил у меня остались хребты голова и теша это нам по пойдет для бульона для филе я взял у меня вот есть филе судака и семги нарежем кусочки рыбы картофель морковь лук стебель сельдерея лук-порей стебли для бульона от петрушки и от укропа также нам понадобится зелень сливки соль перец лаврушка и помидорки черри приступим загрузим в кастрюлю головы и хребты и отправим их вариться на плиту с таких обрезей у нас получится очень шикарный бульон наваристый заливаем водой и отправляем вариться на плиту как закипит уберем пену и оставим навариваться наш бульон на час а тем временем разделаем рыбу и нарежем овощи как уберем пену добавим в бульон одну луковицу морковь стебель лука парея стебель сельдерея для навара давайте приступим разделом рыбу сначала возьмем хвостовую часть семги срезаем ее с хребта отделим хребет хребет отправим тоже наш бульон удалим ненужные реберные кости срезаем филе со шкуры или положим сюда все эти обрезки прям шкур с чешуей мы потом будем процеживать бульон отправляем для навара бульон будет просто бастик пока наш бульон закипает нарежем лук и остальные овощи лук нарежем мелким кубиком одна луковица будет достаточно возьмем половину морковки половину отправим бульон морковку нарезаем тоже на мелкий кубик картошку также нарежем на мелкий кубик чтобы у нас все успел свариться быстро две картошки среднего размера будет достаточно картофель зальем водой чтобы у нас не потемнел нарежем порционными кусками рыбку размер кусочков так чтобы помещался в ложку едоку и не свалился судачка филе чем отличается ухо со сливками от традиционной русской ухи во первых больше каренев добавляется та же самая морковь ее в русскую уху никогда не клали сейчас начали экспериментировать морковку режу для бульона дорогие друзья я нарезал рыбу овощи наш бульон закипел снимем пену отправим туда карени соль специи отправляем стебли петрушки укропа лука морковку лук-порей сельдерей и пусть все у нас варится отправляем пару лавровых листиков черного перца горошин 10-15 присолим не полностью потому что бульон у нас все будет вариться слегка посолим потом будем доставить все убавляем нагрев и бульон наш пусть варится дорогие друзья бульон проварился у меня час сейчас уберем с него все овощи и рыбу и процедим его через сито все у нас тут разварилась остальное процежу даем стечь ставим на плитку добавляем нагрев отправляем туда лук и морковку даем закипеть убавляем газ и варим 10 минут бульон закипел пробуем на соль отлично у нас прошло 10 минут как наш бульон кипит отправляем картофель даем закипеть и варим до готовности картофеля картофель должен быть почти разваренный а пока картофель варится нарежем несколько помидор черри вы скажете ухо и помидоры я скажу вам это вкусно режем четвертинками дорогие друзья картофель готов он должен быть пасе вот ну если вот слегка нажимаешь он должен разваливаться но в то же время сохранять форму на данном этапе есть два варианта ухи если вы не любите со сливками уху то в этом случае закладываем помидоры и через две минуты закладываем рыбу и через три минуты выключаем плиту но мы делаем уху со сливками поэтому я вливаю 150 грамм сливок даю им закипеть после того как вылили сливки рекомендую проверить на соль надо добавить соли сливки закипели на этом этапе добавляем помидоры и даем прокипеть две минуты следом отправляем рыбу даем закипеть и выключаем газ вот такая уха у меня получилась я хочу ее попробовать добавил немного зелени нежнейший сливочный вкус то что у нас было много хребтов и голов у нас получился отменный наваристый бульон рыбу вот закипела минута выключайте она за счет того что горячая она дойдет судак и семга но красная рыба одновременно варится картошечка разваренная вкусно кто не любит сливок можете исключить сливки будет ничем не хуже просто сливки придает такой мягкий сливочный вкус а так у нас наваристая была уха и без не без сливок просто сказка нет помидорок можете не добавлять если кладете помидоры сливки обязательно должны прокипеть чтобы после того как вы кладете помидоры они вдруг не свернулись от кислоты помидор ребята такой супчик похмельный вот некоторые вообще не любят уху хотя я их могу понять я у многих пробовал уху так называемую которая просто можно сказать я бы назвал вода с картошкой они считают что это у них уха едят ее с большим удовольствием для меня уха это наваристый бульон и рыбы должно быть много дорогие мои это очень вкусно но на этой вкусной ноте я по традиции всех тех у кого сегодня день рождения хочу поздравить с днем рождения пожелать им счастья здоровья тепла уюта в доме светлого неба над головой добрых людей поблизости будьте добрее будьте отзывчивее и все у вас будет хорошо на этом я с вами прощаюсь до скорых встречи с вами был волокро до свидания друзья